Привет, меня зовут Даша, солнце светит мне глаза, и сегодня я традиционно снимаю видео о том, что я прошла за текущий месяц, и как у нас это уже вошло в традицию, начну я с Данцовой. Пальцы китайским веером, главной героине Даши Васильеву, пытаясь помочь своей, ну и знакомой, оказать ей услугу, она оказалась в темном очередное расследование. История очень хорошая, типична для писательницы, повествования, очень занимательная, мне очень понравилась. Она ставила такую интригу на самой-самой последней странице, и вообще сам итог всех результатов событий, он немножко, ты знаешь, различается с другими её книгами, чему только рада. Хотя, я думаю, найдутся люди, которые скажут, что она перегинальничала, но я думаю, всё здорово. И те, кто читал Данцову хотя бы единожды, они знают, что каждое её произведение начинается с такой островной мудрости. И эта книга начинается с следующих слов. Мужчины делятся на два типа. На тех, кто служливо относит старую шубу жены в химчистку, и тех, кто покупает супруге новое манто. Книга отличная, любителям Данцовой и вообще иронических детективов очень советую рекомендуем. Далее я хочу показать тебе три книги господина Крапивина, и вкратце рассказать о каждой из них «Я больше не буду» или «Пистолет капитана Сундукера». Очень книга такая, мальчик убегает от хулиганов, знакомится с пожилой женщиной, которая приглашает его вместе создавать модель корабля. Чтобы не было скучно, она ему рассказывает историю о капитане Сундукере. Вместе с тем, мальчик успевает любать неприятности, испытывает приключения на свою голову. И очень хорошая, славная, милая история с такими сказочными элементами. Например, здесь есть говорящая коза, которая стыдит хулиганов вечером, что творите. Милая, славная повесть. Та сторона, где ветер. Ты знаешь, я люблю Крапивина, и как Кунина, этих двух авторов я не делю на любимые и нелюбимые книги, они все достойны внимания. Но я думаю, это станет моей любимицей очень душесчипательная повесть. Она очень высокоуморальная. Блин, каждая мать была бы гордая иметь такого сына, какие вот здесь пацаны описываются. Это что-то нечто волшебное, потрясающее. И ты знаешь, я даже не говорю больше ничего об этой повести не буду, потому что это то, что нужно прочесть самостоятельно. И Рожену Сискашка, несмотря на супердетскую обложку. Потрясающая книга тоже войдет в число моих любимчиков. И она очень... Она временами немножечко, так слегка совсем, перекликается с другой повестью Крапивина «Мальчик со шпагой». В чем эти две повести похожи? Тоже здесь немножечко, ну, лагерь повлиял на мальчишек. Также пропагандируется то, что нужно защищать тех, кто младше тебя и слабее тебя. И холодное оружие. «Мальчики со шпагой» — это были рапиры, а «Воруженосцы» — это луки со стрелами. Очень, действительно, отличная повесть. Очень советую, очень рекомендую. Также я прочла последнюю книгу Марии Стюарт из цикла произведений о короле Артурии и волшебнике Мерлине. Называется книга «Принципа ломница». И хотя эта книга из Артуровской серии, об самом Артурии там совершенно никак его не касается. Разве что только главные герои упоминают его славное доброе имя. Кстати, хочу тебе рассказать одну историю. Лазя в базе у себя на работе, я обнаружила, что не перелились на все еще остроумные люди. Дело в том, что Чита под фамилией Король родили мальчика. И назвали его Артур. Это сейчас на свете живет король Артур? Действительно. Продолжим историю об истории, о «Принципе ломницы». Это книга в таком стиле рыцарского романа. Там и колдовство присутствует. Очень увлекательная, оторваться не могла. Я думаю, для меня эта книга является самой любимой из вышеназванной серии. И я тебя немножко заинтригую. Там упоминаются такие имена, как Тристан и Изольда. Никому. Также я благодаря ненавнему видеофлэшмобу «Текст 7 грехов чтения». Именно благодаря этому видео я дочитала история Дэвида Копперфилда, написанная им самим. Что хочу сказать. Мне очень понравилось. Я жалею, что я в свое время не добила это произведение. Оно в двух книгах. Очень любопытное. Диккенс, пожалуй, единственный из авторов, коих я могу вспомнить, который смог пробудить ненависть к определенному персонажу и любовь к другому, недоумение по отношению к третьему и так далее. Книга очень милая, славная. Между тем и трогательная, грустная. Читая ее, испытываешь самые разные эмоции. Схожие и противоположные, как и угодно. Полный спектр твоим услугам. Есть и смешные моменты, над которыми я действительно смеялась. Есть и трогательные, над которыми я плакала. И действительно книга замечательная. Я буду продолжать читать Диккенса. Это что-то. Очень советую. И читая эту книгу, ты поймешь немало о судебной системе того времени, в котором жил Дэвид Копперфильд. Далее я хочу тебе показать вот такую книгу «Сакура и дуб», написанную Всеволодом Овчинниковым. Она делится на две части. Как можно понять из названия? Первая часть «Сакура» посвящена Японии, вторая – дубу. Как подается здесь информация? Конечно же, книга делится на главы. Каждая глава посвящена определенной тематике. Ну, понятно. То есть, пишет автор информацию об этих культуре, тех же японцев, например, да. Пишет, 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 а потом, в трех страницах «Сакура и дубу» приводит цитаты из книг других людей, которые писали о том же… Это люди разных стран, разных лет, разных книг. Ну, в общем, приводят цитаты по схожей тематике. И меня эта ситуация не очень устраивает. Дело в том, что я очень чутко к стилю авторов. И для меня подобный метод изложения – это все равно, что слушать какую-нибудь спокойную, тихую, умиротворяющую музыку Шопена. Тут внезапно раздается пулеметная очередь. Вот для меня вот этот стильный, пулеметная очередь. В результате, к середине книги, я вообще перестала обращать внимание на эту пулеметную очередь и читала только самого Овсяникова. Но часть о японцах мне не понравилась. И виной этому, конечно, не автор. Виной этому моя информационная избавованность. Дело в том, что я читала книгу «Эти поразительные японцы» из серии «Культурный шок». Автор, попытаюсь его выговорить. Мартин Лютер Йоган. Получилось. Успех! Лучше этой книги, рассказывающей «Странец Содящего Солнца», я еще не читала. И Овсяников ее не переплюнул. Конечно, он неплохо рассказал о быте, культуре японцев, но вот эту книгу он вообще не переплюнул. То есть, если эта книга по пятибалльной шкале я ставлю ей 11 баллов, то это 4 с минусом. Однако, в части Англии я, мягко говоря, не избалована. Поэтому вот вторая часть мне понравилась очень сильно. Что же касается советов, то, если тебе интересна Англия, то я тебе рекомендую брать данное произведение. Если тебе интересна Япония, Англия, ну так, поинтересоваться, купи лучше эти произведения японцы или почитай «Кунина алмазная колесница» или другие книги, где Раст Фондорин геройствует на территории Японии. это будет более хорошо. Но это моя личная точка зрения. Столько людей, столько и мнений, как говорится. Так что, ну, моя позиция такова. Мое недавнее приобретение Бориса Акунина. Она на двух сторонах. С одной стороны – трагедия, и с другой стороны – комедия. Упс, тут моя закладка еще осталась, магнитная. Вот такая вот книжка. Что я хочу сказать? Комедия – это… как-то она не особо комедийна. Правда, что комедия положений. И я тебе боюсь что-либо говорить в этой части книги, потому что это станет спойлером в любом случае. Единственное, на что я осмеливаюсь, это намекнуть, что здесь замешано в загадывании желания на Новый год. Я боюсь сказать что-то еще. Испортить себе удовольствие, поэтому перехожу к описанию трагедии. Что удивительно, я думаю, что автор что-то перепутал. Вот эта комедия. Я даже пока читала несколько раз при чтении «Сведоумение» смотрела на обложку. Это точно трагедия? Да, трагедия. Ладно, дальше читаем. Трагедия является неким бамфлетом, неким анекдотом на шекспировского принца датского. И даже автор подражает слогу Шекспира, конечно, ему это не удается в полной мере. Он сам это понимает. И это его понимание можно прочесть между строк данного произведения. Ну, ты знаешь, я в восторге. это я хохотала, как не хохотала на Донцовой и Андреем Белянином. Конечно, здесь есть и тогические моменты, но все-таки я думаю, это больше комедия. Очень я до сих пор улыбаюсь. очень советую почитать эту трагедию в кавычках. Но я не думаю, что поклонникам Шекспира понравится. Но если ты не являешься таковым, то я тебе очень советую. Последняя книга, которую я тебе покажу, это Алексей Пахабов «Четыре касты, кто вы?» Знаешь, я с осторожностью отношусь к подобного рода изданиям. Дело в том, что чуть ли не каждый финалист, победитель битвы пишет книгу и создает календарь. Да, я из тех людей, которые смотрят битву. Я смотрела седьмой сезон победителем, который вышел Алексей Пахабов. Как человек он мне сразу внучил какое-то такое чувство отражения. Мне было он мне не понравилось и то, что он победил в битве и написал превосходную книгу не изменило моего мнения. Но я признаю, что он гениальный писатель, восхитительный учитель и у него превосходное чувство юмора. Я хохотала на эту книгу, я не знаю, я смеялась, улыбалась, она мне принесла кучу полосыльных эмоций. Сразу скажу, если ты не собираешься развивать свои экстрасенсорные способности, чтобы не пугать скептиков, назовем это интуицией. если ты не собираешься развивать свою интуицию, я думаю, нет смысла тебе ее покупать. Сам Прохабов пишет, что если ты не готов, то эта книга кажется мусором, как и прочие другие эти подобные. эти подобные. А если ты готов, то готова, то она окажется сокровищницей. Скромными его не назовешь, но он не солгал. Первая часть посвящена теории. Я знаю, есть люди, которым не терпешь, и они захотят приступить к практикам, но если ты собираешься все-таки этим заняться, прочитай первую часть, пожалуйста. То есть первая часть она так готовит человека, а во второй уже он предлагает какие-то конкретные практики. И что меня очень порадовало на протяжении всей книги по Хабов намекает, что будут еще книги, чему я очень рада, потому что как писатель он мне очень порадовался. Мне очень порадовало, что в самом конце книги он уделил внимание своей автобиографии. Вот так очень вкратце, очень емко, очень сжато, но уделил. Книга потрясающая, и я задаюсь вопросом одним. Как-то я рассказывала книги другого Пахабова, который рассказывал о роде красноярских Пахабов. Мы знаем Алексей Пахабов, он из Зачинска, это Красноярский край. И мне интересует, Пахабов вот этот из того же рода, его род основал Красноярск. Меня этот вопрос интересует, правда. Кстати, интересно, что мы с ним почти земляки, заканчивали один институт, правда, разные факультеты в разных городах, и мы с ним одногодки. Не знаю, зачем я вообще захотела сходство сказать. А, ты, наверное, уже заметила, обложка книги сделана особым образом, то есть его глаза сверкают. Собственно, это всё, что я прочитала в этом месяце, это было девять книг. Я с тобой прощаюсь, я тебе желаю читать побольше интересного, познавательного и просто увлекательного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok